Знаете ли вы, что такое Энозис? Но если вы слышите это слово впервые, то можно подумать про какое-то лекарство или про термин из геометрии. В реальности же, это идея о том, что всем грекам нужно объединиться и жить в едином государстве. Когда-нибудь, возможно, мы обсудим это явление целиком, но сегодня коснемся лишь одной из его составляющих. Так вот, столетиями греки стремились возродить независимую государственность. Сначала речь шла про маленькие островные государства в Ионическом море, потом про настоящую греческую республику к середине 19 века. Но завоевав право жить отдельно от турок хотя бы на полуострове Пелопонез, греки не стали останавливаться. Еще бы, ведь за спиной такая история и так много соотечественников, все еще живущих в границах стареющей Османской империи, что еще рано останавливаться. Это я к чему? Сегодня речь пройдет не совсем про настоящее государство, а скорее про идею, что пламенем разгорелось в глазах и душах греков. И про то, как эта идея канула в пучине их же собственных слез и под сапогами турецких солдат. Итак, в Первой мировой войне Османская империя представляла из себя едва живую тень некогда великой страны. И как это часто бывает с наследством богатых, но не особо любимых стариков с кучей родственников и соседей, все окружающие жадно потирали свои ручки в ожидании безутешной кончины. Вас обманывают, если собеседник что-то держит специально в руке, а? Прямо перед Первой мировой войной турки поучаствовали в двух балканских войнах. В Первой балканской войне союзники болгары, греки и сербы с черногорцами растоптали за три месяца турецкую армию и поделили всю европейскую территорию Османской империи. А через полгода, уже во Второй Балканской войне, все объединились против болгар и растоптали на этот раз уже их. Причем всего за месяц. И не слабее турок. Как бы то ни было, но в обоих балканских войнах Греция вышла победителем. Не будем углубляться в детали, но и в последовавшей вслед за этим Первой мировой войне Греция оказалась на стороне Антанты. Причем в войну она вступила в июне 1917 года. То есть под самое закрытие мероприятие и перед распределением призов. И не мудрено, что греки повсюду почувствовали, что их мечта как никогда теперь близка. Может быть именно сейчас Греция вернется в Смирну, вернется в Константинополь, получит Эгейские острова, получит Кипр, а может быть, даже чем, черт не шутит, сможет вернуться в далекое Причерноморье. Что ж, на юго-востоке Черного моря греческие поселенцы появились задолго до Римской империи и Александра Македонского. Две с половиной тысячи лет назад понтийские земли становятся сатрапией персидского царя-царей Дария I. Здесь же, к третьему веку до нашей эры, возвышается знаменитое понтийское царство царя Митридата. Примерно в то же время важную роль в региональной торговле начинает играть портовый город Трапезус. Со временем его начинают называть Трапезунт, через Т на конце. А понтийское царство попадает сначала в полную зависимость, а потом и напрямую в состав Римской республики. Кстати, окончательно захватывает понт сам Юлий Цезарь. И именно в честь этой победы возникает крылатая фраза «Вене в виде вичи» или «Пришел, увидел, победил». Но перемотаем на тысячу лет вперед. Что ж, Западный Рим уничтожен. В Византии тоже уже совсем скоро конец. Крестоносцы берут Константинополь, а некогда императорская династия Великих Комнинов бежит к грузинской царице Тамаре и с ее помощью основывает в 1204 году новое государство – Трапезунскую империю. Как несложно догадаться, со столицей теперь уже в Трапезунде, через «Д» на конце. Но ее история насчитывает всего 257 лет. И в 1461 году Трапезунская империя – последнее греческое государство. Теперь Османская империя стирает и ее с лица земли. Но как бы то ни было, ко времени Первой мировой войны в понтийском регионе в городах Синоп, Трапезунд и многих других вдоль Черноморского побережья проживало сотни тысяч людей, называвших себя понтийскими греками. В 1904 году в городе Мерзефона близ Трапезунда было основано тайное общество понтийцев, ставившее главной целью основание независимой республики Понта. Так вот, с началом Первой мировой войны правительство Османской империи не без оснований стало считать этих самых понтийцев вместе со старшими братьями неблагонадежными. А к 1916 году началось выселение христианского населения вглубь Анатолии. В первую очередь это коснулось греков, армян и ассирийцев, которые особенно приветствовали наступавшую русскую армию. Однако, в начале апреля 1916 года османская администрация, оставлявшая Трапезун, так назывался Трапезун при турках, передала власть православному митрополиту Харилаосу Филипидису. А 16 апреля власть в Трапзонском Вилоете перешла в руки Временного правительства во главе с Греческим комитетом. Вошедшая русская армия решила оставить Филипидисы губернатором. И может быть, дальше все бы было хорошо, ведь начиная с этого момента понтийский национализм начал разрастаться, как грибы после дождя. Но случилась февральская революция в России, а за ней октябрьская, после которой русские войска были выведены из Трапезунда. К этому моменту идеи о независимой гордой Причерноморской республике уже вовсю захватили умы греческих националистов. Оцените, что к этой минуте уже были организованы Центральный национальный комитет понтийцев в Ростове, Общество понтийцев в Стамбуле, Всемпонтийский съезд в Марселе и десятки других подобных мероприятий и комитетов. А митрополит Филипидис вовсю декларировал идеи национальной идентичности понтийцев, и тайное понтийское общество Мерзефона получало иностранную политическую и финансовую поддержку из США, Европы, а до поры до времени и из России. В городе Карс была создана Кавказская греческая дивизия, а в Закавказье действовал греческий военный корпус. Но история иронична. И как видите, когда понтийцы были в шаге от успеха, все переменилось. Ушедшие российские войска оставили все понтийские земли беззащитными. Это обозначает, что Турция, являющаяся уже не едва живым государством, а натурально разложившимся трупом империи, в последние секунды своей жизни вползает в Трапезонт и другие восточные города и учиняет там самую настоящую этническую чистку. Погромы и акты того, что позже греки и армяне назовут геноцидом, привели в период с 1914 по 1922 год по разным оценкам гибели 350 тысяч только понтийских греков. В печально известных турецких трудовых батальонах смертность в некоторых подразделениях достигала 80%. Такие батальоны на нужды тыловых строительных работ сгоняли всех мужчин призывного возраста, а позже стали собирать и подростков. Батальоны же состояли из греков, армян и ассирийцев. Вслед за поражением в Первой мировой разложившаяся Османская империя окончательно потеряла целостность. Территории на западе Анатолии были оккупированы Грецией, на юге Италии, а на севере только что появившейся Армянской республикой. Но это же поражение разожгло в турках националистический пыл. Видя, что их страну разрывают на куски, простые турки только сильнее озлобились и все более агрессивно вели себя по отношению к инородцам. Так печальную известность получил Топал Осман, командующий турецким ополчением, который в конце мировой войны и последовавшего за ней хаоса тиранил понтийское население в районе Тарпезунда. Сжигал деревни, насиловал всех подряд и убивал без разбора. А однажды даже вынудил жертв разоренной греческой деревни подписать документ, что нападение было совершено не турками, а армянами. Справедливости ради его все-таки обезглавили сами турки в 23-м году, но к тому моменту он успел стать ужасом всех христиан при Черноморье. На фоне кровавой резни в понтийских территориях в Париже проходила мирная конференция, про которую нам еще неоднократно предстоит поговорить в других видео про государство. Все ждали, что наступает новый счастливый мир, где войны никогда не повторятся. Митрополит Филиппидис прибыл туда, поскольку в самом Тарпезунде он уже находиться без угрозы жизни не мог. Туда же прибыл и Леонидос Ясенидис, глава Совета Греческих общин. На полях конференции они воззвали народы мира к признанию независимости республики греческого понта. Филиппидиса за это в Турции заочно приговорили к смертной казни. И вот кажется, самое же время заручиться поддержкой сильных мира сего и вернуть греческому миру давно утерянные земли. Но премьер-министр Греции Венезелос к сожалению считал, что Греция просто не в состоянии переварить еще и защиту понтийского побережья. А поддержать самостоятельность нового государства без греческой защиты не посчитал нужным. На полях конференции у него были другие дела. Кому достанутся Эгейские острова, кто получит Родос, как греки будут контролировать Смирну и прочие дела больших дядек. Кстати, о больших дядьках. Главный герой этого ивента, и мы с ним еще сто раз столкнемся, президент США Вудро Вильсон и тут применил свой любимый навык рисование новых границ на карте. Не сможем защитить землю, так отомстим за нее, будь уверен. Нет, не сегодня. При его непосредственном арбитраже только что появившейся Армении были переданы гигантские территории, в том числе и Трапезунд, и само государство Прецедент получило название в историографии как Вильсоновская Армения. Пусть для понтийских греков это и не было победой, но сулило лучшую жизнь, чем при турках. Но знаете, к чему приводят скорые решения, принятые без понимания ситуации? Ну все правильно, как только армяне попытались в 20-м году вступить на земли, которые им полагались по арбитражу Вудра Вильсона и его карандаша, турки Кемаля Ататюрка перешли в контрнаступление. Вообще, все события начала 20-х годов принято в Турции называть войной за независимость. Резюмирую лишь, что по итогу этой войны из-за независимости армяне были разгромлены, греки на западе тоже были разгромлены, а еще восстание понтийских греков 19-го года тоже было подавлено и разгромлено. Турция утвердилась в границах, близких к современным, а сотни тысяч людей были убиты, депортированы или бежали из своих родных мест. Именно тогда неиссякаемые потоки греческих беженцев бросились в Россию и континентальную Грецию. Так, например, по переписи населения 1926-го года в СССР проживало больше 200 тысяч понтийских греков, хотя по разным оценкам их было в несколько раз больше. Также турки напрямую, согласно греко-турецким договорам об обмене населения после разгрома армии в Анатолии, выдворили в Грецию 182 тысячи понтийцев. Так вот, как итог, греческое население понта за все время с начала Первой мировой до 1923-го года сократилось 700 тысяч человек до значений ну где-то в районе нуля. А государство, которое так официально и не объявили, даже несмотря на то, что у него был и свой флаг и правительство, и даже какие-никакие ассоциированные вооруженные силы, навсегда кануло в лету, забрав с собой и все надежды греков вернуть родные земли в Причерноморье. Да и греков, которые были рождены на этих землях, уже скорее всего практически нет. А вместе с ними в темную и холодную пучину истории навсегда погружается республика греческого понта, потомок Терпезунской империи, царства царя Митридата и древних эллинов. Субтитры создавал DimaTorzok